12 ноября в 1933 и 1944 годах народ Восточного Туркестана дважды провозглашал о создании независимого государства. Эта дата считается национальным днём Восточного Туркестана и имеет большое значение для уйгуров и других тюркских общин региона. О создании Первой Исламской Республики Восточного Туркестана было объявлено в Кашгаре в 1933 году. Однако республика была разрушена по причине сговора китайских мусульман с коммунистами, которых на тот момент поддерживал Советский Союз. В 1940 году на Алтае, в Кульше и Урумчи начались восстания, которые в значительной степени ослабили позиции оккупантов. 12 ноября 1944 года в Кульже была создана Вторая Восточная Туркестанская Республика. Но в 1949 году республика была упразднена Советским Союзом и Китаем, после чего оккупанты снова захватили регион. Сегодня, по прошествии 71 года с момента захвата Восточного Туркестана, миллионы жителей региона находятся в концентрационных выделях. Коммунистическая партия Китая проводит откровенный геноцид и репрессии в отношении местных жителей. Если суверенитет Восточного Туркестана не будет восстановлен, то независимые республики Западного Туркестана будут находиться под постоянной угрозой и опасностью, исходящей от Китая. В пятницу в парламенте Германии прошла встреча на тему свобода вероисповедания в мире. Основной темой встречи стали нарушения религиозных свобод в 2018-2019 годах. Заседание вела заместитель главы Бундестага Клаудия Рот. Депутаты правящей и оппозиционной партии выступили с докладами о текущей ситуации со свободой вероисповедания в мире. Примечательно, что в ходе встречи неоднократно поднимался уйдурский вопрос. На встрече присутствовали депутаты от семи партий. Первым выступил депутат от христианско-социалистической и демократической партии Маркус Груби. Он напомнил, что Китай создал концентрационные лагеря для изменения религиозных убеждений мусульман. За ним последовали законодатели Либерально-демократической, социально-демократической партии и партии «зеленых». С другой стороны, лидеры Всемирного уйгурского конгресса встретились с должностными лицами Госдепартамента США по уйгурскому вопросу. Онлайн-встреча состоялась 9 ноября по приглашению главы консульского комитета Государственного департамента США Ульриха Брахбула, прибывшего в Германию. На встрече также присутствовала генеральный консул США в Мюнхене Эган Грегганс. 10 ноября Ассоциация ученые в опасности, базирующаяся в Нью-Йорке, объявила о вручении международной премии за мужество доктору Рахиля Давуд, которая находится в китайской тюрьме. Рахиля Давуд, которая являлась профессором филологического факультета Синьцзянского университета, была арестована в середине декабря 2017 года. Местонахождение Рахили Давуд до сих пор неизвестно. Премия «Мужество в мысли-2020» была вручена профессору за ее многолетние усилия и смелость в области научных исследований. Официальный представитель Министерства иностранного дела Китая Ван Вайнбин заявил, что Китай выступает против встречи по экономическому диалогу, которую США и Тайвань проведут на следующей неделе. Он призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем. Отметив, что администрация Вашингтона должна воздерживаться от посылки ложных сигналов сторонникам независимости Тайваня и прекратить наносить ущерб стабильности Тайваньского пролива через китайско-американские отношения, Ванг сделал следующее заявление. Китай всегда выступал против установления официальных контактов между США и Тайванем. Мы призываем придерживаться принципа одного Китая прекратить любые официальные контакты с Тайванем и развитие тайваньско-американских отношений. США должны внимательно рассмотреть тайваньский вопрос. В свою очередь Цай Инвэнь заявила, что на первой официальной встрече с руководством США планирует укрепить экономические отношения и стратегическое сотрудничество с Вашингтоном. По оценкам телекомпаний NBC и CNN, действующий глава государства набрал 56,9% голосов по итогам обработки 75% бюллетеней. Таким образом, Дональд Трамп получает 217 голосов членов коллегии выборщиков, а Байден остается при 279. Ведущие американские СМИ пока не прогнозируют исход подсчета голосов в штатах Северная Каролина, Джорджия и Аризона. Голосов выборщиков этих трех штатов недостаточно для того, чтобы Трамп набрал 270 необходимых для переизбрания главой государства. Для избрания на пост президента одному из кандидатов нужно заручиться поддержкой не менее 270 из 538 избирателей.